Всем привет! С вами снова Сергей, и сегодня я расскажу вам про еще одну частую ошибку в английском. Это когда говорят, например, I have visited England in 2015. Имея в виду, что я посещал Англию, посетил Англию в 2015 году. В общем, в 2015 я ездил в Англию. Здесь ошибка заключается в том, что в этом предложении не нужно использовать время present perfect. Have visited – это present perfect. Но здесь нужно использовать past simple. Правильный вариант будет I have visited England in 2015. Дело в том, что если мы в обстоятельстве времени указываем какой-то день, дату, год, тогда мы используем past simple. Если у нас указывается какое-то время, когда произошло действие, мы не используем present perfect. Сейчас объясню немножечко подробнее. Past simple – это прошедшее время простое. Это действие, которое произошло когда-то в прошлом. Мы можем указать точный момент вплоть до секунды. Мы можем указать просто день или год. Или вообще не указывать, просто имея в виду, что это в прошлом произошло. Например, I visited England on Friday. Я ездил, посетил Англию в пятницу. I visited England in 2020 в 2020 году. I visited England five years ago. Пять лет назад. В любом случае мы здесь подразумеваем какой-то момент или какой-то период, что-то в прошлом. И вот в таких случаях нужно использовать past simple. А present perfect – это другое. Present perfect используется, когда говорят, что действие выполнено уже как бы в принципе. Оно уже вообще было совершено. То есть я вообще в принципе в Англию ездил. И тогда я могу сказать I have visited England. Имея в виду, что как бы на настоящий момент я это действие уже выполнял. Уже имеется у меня такой опыт. Или другими словами. На настоящий момент я являюсь таким человеком, который это действие выполнял, который в Англии уже был. Обратите внимание, кстати, вот это вот значение, оно касается не столько прошедшего, сколько настоящего. Потому что здесь речь идет о настоящем моменте. I have visited England – это то, что вот сейчас я уже посещал Англию. То есть сейчас я уже являюсь человеком, который там был. Сколько раз, когда. Это не так важно. Важен сам факт ее посещения. Не удивительно, что present perfect – это про настоящее. Ведь present perfect – это же все-таки настоящее время. Иначе оно не называлось бы present. Но мы привыкли думать о нем как о прошедшем. Потому что по-русски мы вот эти вот все present perfect – передаем через прошедшее время. И это одна из причин, по которой мы допускаем эту ошибку. И говорим, например, I have visited England in 2015. Итак, present perfect – это у нас про настоящее. Про то, что мы к настоящему моменту что-то совершали. А вот 2015 – это у нас явно прошедшее. Это у нас обстоятельство времени, которое на какой-то год указывает в прошлом. И грамматически мы не можем все это скрестить в одной конструкции, в одном предложении. Потому что у нас как бы вроде бы настоящее время – present perfect. А обстоятельство времени, слово, которое указывает, когда это время было, оно бац и прошедшее. Оно не сочетается так в английском. В present perfect можно сказать, например, I have visited England many times. Я посещал Англию много раз. Many times – это не про какой-то момент во времени. Это также про опыт на настоящее время. Или, например, I have visited England so I can tell you something about it. Я был в Англии, поэтому я могу тебе что-нибудь о ней рассказать. Не потому что я ездил в неё куда-то туда, вернее, куда-то там в каком-то году, а потому что я там в принципе был. Если хотите больше на эту тему узнать, у меня есть другие материалы про present perfect, past simple. Ссылочки я оставлю в описании. Ещё одна, кстати, интересная причина, по которой иногда present perfect используют там, где не надо. По моим наблюдениям, бывает иногда у изучающих английский такая present perfectная болезнь, когда им в какой-то момент кажется, что past simple – это просто прошедшее время, а present perfect – это тоже прошедшее время, но какое-то такое, продвинтое, advanced, навороченное прошедшее время, и им хочется present perfect использовать почаще, чтобы речь звучала более образованно, более интересно. Но это далеко не так. Если вы будете неправильно использовать present perfect там, где он не нужен, вы не будете звучать более интересно, более образованно. Скорее будет обратный эффект. Нужно понимать, что past simple и present perfect – это довольно разные штуки. На этом всё. Если видео понравилось, не забудьте поставить лайк, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить мои новые выпуски. И до встречи в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 代替